ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Россия вербует на войну в Украине бывших членов элитного корпуса командос армии Афганистана. Те люди, которые имеют очень высокие боевые оперативные навыки в ведении диверсии, специальных операций, войсковых операций, конечно, это уже готовый контингент, и так мы уже их называем командос, это, как правило, высококвалифицированные военные, тем более с подготовкой разведки, подготовкой диверсантов. Они прошли спецподготовку на военных базах Великобритании и США. Готовы лучших военных Афганистан для выполнения специальных операций против террористов, талибана или проведения эффективных боевых действий. Это элита войск и разведки Афганистана. Но члены элитного корпуса командос национальной армии Афганистана оказались после вывода американских войск в 2021 году под ударом. У них нет ни страны, ни работы, ни будущего. Им просто нечего терять. Источник в спецслужбах Афганистана. Сегодня в Афганистане и соседних странах афганских добровольцев командос осталось от 20 до 30 тысяч. Многие, опасаясь казни или ареста, скрываются от талибов. Поэтому они по разным каналам именно выехали из страны, то есть Афганистана. Одни поселились в Узбекистане, Таджикистане, Киргизстане. Некоторые уехали в арабские страны. То есть это близкие как раз по религии, по режимам, которые их приняли. Именно на них сейчас пытаются выйти российские вербовщики. Это разведка, как правило, российская. И предлагают сейчас очень активные условия для использования военных операций против Украины. Ну и, соответственно, предлагают примерно от 2 тысяч долларов рядовому и выше за месяц, в боевых условиях и выше, гражданство Российской Федерации и представление жилья. За вербовкой России афганских командос якобы стоит все тот же ЧВК Вагнера. Сотрудников корпуса ищут в мессенджерах, ватсап и сигнал. Идет активная вербовка, ведутся переговоры с командирами по оперативным каналам, предлагаются условия, предлагаются какие, возможно, контингенты будут сформированы и какие задачи будут выполнять. Но в целом это задача, конечно, введения военных операций на территории нашего государства по захвату конкретных городов, конкретных объектов и проведения операций против наших воинских подразделений. И даже в вербовке не обошлось без нового союзника Кремля. Бывший капитан командос заявил, рекрутов переправляют из Афганистана в Иран, а затем в Россию. Они считают, что усилить такие структуры спецами, то есть это командос, это будет на порядок выше, чем, например, мобилизированные со всех регионов России. Несколько тысяч, они считают, подготовленных афганцев, они, если учатся в войне, они будут более эффективны, чем десятки тысяч мобилизированных новых российских или представителей других национальностей России. Присоединиться к составу российского иностранного легиона могут до 10 тысяч экс-командос. Сегодня очень важно, чтобы и наши партнеры, особенно США, которые их воспитывали, Британии, которые их готовили, соответственно, проработали вариант их трудоустройства. И самое главное, нейтрализацию возможного участия в войске формулирования Российской Федерации. Это по силам сейчас такая работа, я понимаю, проводится. Сначала украинцев пугали, что их родину возьмут за три дня, затем угрожали головорезами-кадыровцами, не запугали и сирийскими наемниками. Войны ВСУ продолжают успешно отвоевывать украинские земли. Редактор субтитров А.Семкин